Доброе утро, ребят! Подумал, что сегодня видео будет слегка необычным. Доброе утро, ребят! Собрание вдохновителей, как-то так. Не очень люблю этот термин. Но, в принципе, это организованные встречи каждую неделю, вместо обычной встречи болтовни. Мы хотим помочь друг другу, рассказать друг другу, что в жизни происходит так, что не так, анализируем трудности и думаем, как каждый может делать прогресс на пути к своей цели. На этой неделе я отчасти попал в просаг, и они указали, с чем у меня проблемы. Ничего серьезного, никаких угроз жизни. Но я понял, что были проблемы, на решение которых я не уделял время и усилия. И на этой неделе я буду решать их. Если идти по списку, то мои главные насущные проблемы — это то, что я не читал столько книг, сколько хотел, особенно научпопа. Не так прилежно следовал утреннему ритуалу. Также есть большие проекты, у которых нет определенного недельного дедлайна, как с производством видео, например, помещение печатной версии моей книги на Амазон. Я очень хочу это сделать, потому что люди ее просили, и мне нужно выделить на это время. Так что на этой неделе я займусь этим. Вот почему видео не отполировано, наверное. Не такое, как другие. И причина этого в том, что я хочу посвятить время выделению неэффективностей в моем процессе производства и созданию систем для улучшения этой работы. И сзади едет машина. Все нормально. Ну да, есть несколько неровностей, и мне нужно больше времени, чтобы их разгладить. Одна из них — создание более эффективного начального шаблона для видео, где есть все звуки и графика, которые я регулярно использую, чтобы не пришлось заново создавать этот проект каждый раз. Если вы хотите понять, что вообще происходит в видео, то это просто я, который пытается понять, что не так с моей жизнью, и как это можно исправить. Но если вы делаете какое-то задание на постоянной основе и понимаете, что что-то там работает не так, занимает слишком много времени, то возьмите перерыв и инвестируйте это время в разрешение этих неполадок. Вам придется приостановить постоянную работу на время и решить все, но в будущем это все окупится и даст дивиденды. Это как колледж. Когда вы идете в колледж, то как бы делаете перерыв на 4 года вместо того, чтобы работать и делать деньги, чтобы заняться учебой, которая окупится больше, и это то же самое. Если я сейчас выделю время, чтобы понять, что не так в процессе, и поправить это, и потом смогу делать больше и лучше в перспективе, а также смогу сделать большие проекты без дедлайна. Другая вещь, которую я замечал с видео, я каждую неделю прохожу через один и тот же процесс. Когда я обманываю свой мозг и говорю, что видео будет готово в понедельник, и говорю, ух, сегодня понедельник, я сделаю видео, чтобы во вторник, среду и четверг, которые я обычно монтирую, я мог работать над большими проектами. И всегда неизбежно случается то, что я неэффективно трачу время с понедельника до четверга на видео. И это напоминает мне о законе Паркинсона, который сводится вот к чему. Работа заполняет все время, что на нее выделено. Если я выделяю 4 дня на работу, в понедельник начал делать видео и думаю, что оно выйдет в четверг, то чаще всего я неэффективно работаю над ним 4 дня. В то время как я работаю над большими проектами в понедельник и вторник, а потом говорю, окей, Том, у тебя есть лишь среда и четверг на видео, оно делается гораздо быстрее. Я обнаружил, что вдохновение приходит, когда есть немножко дедлайна и немножко поджимает время. Так что подумайте о том, как тоже включить это в работу. На сегодня все, кроме того, что в конце видео после титров будет бонусный ресурс. Я не скажу вам, что это, так что оставайтесь до конца и зацените. Но если вы хотите узнать идею этого видео, то вкратце я просто пытаюсь выявить неэффективности, выделить время на исправление с учетом закона Паркинсона и организации рабочего времени, чтобы меня все же слегка поджимало время. Также, если у вас нет организованной группы или звонков каждую неделю или вдохновителей, наверное, так их можно назвать, с людьми той же мотивации и драйва, что и у вас, я думаю, это очень ценная вещь, думаю, получил много полезного от того, что собираюсь с этими ребятами каждую неделю, говорю с ними о целях и трудностях. Так вот, если вы этого еще не сделали, то предлагаю попробовать. Как всегда, ребят, спасибо за просмотр этого видео. Увидимся на следующей неделе с более регулярным College InfoGeek видео, а до тех пор оставайтесь милашками. Эй, спасибо за просмотр. Если хочешь получать новое видео каждую неделю о том, как быть эффективнее на учебе, кликай на большую красную кнопку подписки. Я также написал книгу о том, как улучшить свои оценки, и если кликнешь на ее картинку, получишь бесплатную копию на моем сайте. Также, там можно найти соответствующий блоговый пост с кратким изложением. Оранжевое лого ведет как раз туда. В прошлом видео мы разбирались, как увеличить скорость чтения, так что посмотри, если еще не видел. И если хочешь написать мне или задать вопросы, я есть в твиттере как Том Фрэнкли, или оставь комментарий внизу. Окей, бонусный ресурс, как и обещал. Как-то я серфил Reddit и нашел что-то, что вам скорее всего понравится. Если перейдете на Ambient Mixer, AmbientMixer.com, то найдете саундскейп опси комнаты Коктеврана. Конечно, есть и другие. Там Слизерин или Гриффиндор. Но какая разница, Коктевран лучший. И да. Ссылка есть в описании и в блокпосте, так что если вам нравятся окружные саундскейпы для учебы в окружении музыки, или вы можете даже комбинировать это с музыкой.